Добрый день! Тема сегодняшнего нашего урока – «Математический язык. Математическая модель». Возникнет вопрос – для чего необходим математический язык? Мы ведь знаем с вами русский язык, английский, кто-то немецкий и китайский. Итак, какие же преимущества у математического языка? Математический язык объединяет науки и народы, потому что он универсальный. Совсем недавно в руки мне попал учебник математики на немецком языке. К сожалению, я не знаю немецкий язык, но когда я открыла учебник, я смогла понять то, что было изложено в этом материале, в этой книге. На математическом языке многие утверждения выглядят яснее и короче, чем на обычном. Например, обычное знакомое нам правило из начальной школы. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. На математическом языке можно записать значительно короче. Знакомая для вас запись – А плюс Б равно Б плюс А. Или достаточно длинное правило о том, чтобы сложить две обыкновенные дроби с одинаковым знаменателем, надо сложить их в числителе, а знаменатель оставить без изменений. Это правило тоже можно записать значительно короче. Дробь А делить на Б плюс дробь С делить на Б равно числителе сумма, знаменатель оставили прежним. Итак, математический язык – это язык цифр, знаков, действий и других символов. Алгебра в основном занимается тем, что описывает реальные ситуации различные на математическом языке в виде математических моделей. А затем уже работает не с реальными ситуациями, а с этими моделями, используя разные правила, свойства, законы, выработанные в алгебре. Итак, реальная ситуация. В школе три седьмых класса. В седьмом А классе учатся 15 девочек и 13 мальчиков. В седьмом Б классе учатся 12 девочек и 12 мальчиков. В седьмом В классе 9 девочек и 18 мальчиков. Сколько учеников учатся в каждом из седьмых классов? Чтобы выполнить это задание, необходимо выполнить сложение. В седьмом А классе 13 плюс 15 равно 28 учеников. В седьмом В классе 12 плюс 12 равно 24 ученика, в седьмом В классе 9 плюс 18 равно 27 учеников. Используя математический язык, можно все эти три различные ситуации было объединить в одну. Если девочек обозначить как А, а мальчиков как Б, то всего учеников было А плюс Б. Эту запись А плюс Б называют математической моделью данной реальной ситуации. Самая близкая для нас и знакомая математическая модель – это линейное уравнение. Давайте с вами вспомним, что же такое линейное уравнение. Это уравнение вида Ах равно Б, где х переменная, а А и Б – любые числа. Решить уравнение – это значит найти значение переменной или доказать, что корней нет. У нас возможны три ситуации. Если А не равно нулю, то мы найдем единственный корень, х равен Б деленное на А. Если одновременно А и Б будут равны нулю, то х – любое число. Если А равно нулю, а Б не равно нулю, то корней нет. Давайте с вами вспомним алгоритм решения уравнений, сводящихся к линейным. Первый шаг. Если выражения, стоящие влево и в правой части, содержат скобки, то мы раскрываем их по правилам. Второй. Переносим слагаемые с переменными влево, а без переменных вправо. Можно и наоборот, но так удобнее. Третий шаг. Приводим подобные слагаемые в обеих частях уравнения и делаем вид Ах равно Б. Четвертый шаг. Решаем, получая полученное линейное уравнение, равносильно исходному, в зависимости от значений коэффициентов А и Б. Итак, давайте рассмотрим с вами несколько уравнений. Первое уравнение. Разность х и 2 умножить на 20 равно 15х. Раскроем скобки правилам фонтанчика, то есть умножим в скобках выражения на 20. Получим 20х минус 40 равно 15х. Следующий шаг. Собираем переменными влево, без переменных вправо. Напомним, что при переносе мы обязательно меняем знак. Упрощаем левую часть, получаем линейное уравнение 5х равно 40. Для того, чтобы найти х, 40 разделим на 5, получим х равное 8. И не забываем записать обязательно уравнению ответ 8. Следующее уравнение. Здесь уже у меня скобки присутствуют как слева, так и справа. Раскроем скобки. Это первый наш шаг. По правилу. Получаем 13х плюс 78 равно 14 минус 35х. Собираем неизвестные влево, известные вправо. Приводим подобные слагаемые и получаем уравнение 48х равно минус 64. Отсюда х минус 64 делить на 48. Но на 48 вряд ли 64 разделится красиво. Поэтому я переведу запись в обыкновенную дробь. То есть я запишу х равно минус 64,48. Дробь сократима на 16. Выполним сокращение. И увидим, что мы получили неправильную дробь, где числитель больше знаменателя. Выделим целую часть. Получим ответ минус 1,1. Следующее уравнение. В прошлом году мы с вами разобрали свойства пропорции. И выучили правило, что произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции. Уравнение, которое перед вами, как раз с помощью этого правила, очень-очень удобно и решается. То есть мы возьмем произведение крайних членов на произведение средних членов пропорции. И получим с вами такую запись. Да, слева и справа скобки, поэтому мы их раскроем по правилу, получим уравнение 6z минус 8 равно 10z плюс 5, перенесем неизвестные влево, известные вправо, приведем подобные сладаемые и получим уравнение минус 4z равно 13. Отсюда z равно, надо 13 разделить на минус 4. Хочу заметить, что в отличие от предыдущего уравнения, на 4 мы всегда можем разделить любое число, даже получив красивую десятичную дробь. Я ответ оставила в виде обыкновенной дроби, но если вам удобно, вы могли написать минус 3,25. Это право остается за вами. Следующий очень важный математический аппарат – это решение задач с помощью составления математической модели. Для того, чтобы решить задачу, надо соблюдать три основных этапа решения текстовой задачи. Первый – составление математической модели задачи. Для этого мы разбираем обязательно текстовое условие задачи, составляем кратко запись условия и, конечно же, проверяем соответствие единиц измерения. После того, как мы составили уравнение, мы переходим ко второму этапу – работа с составленной математической моделью. То есть это уравнение надо решить. И третий этап – ответ на вопрос задачи. На этот этап мы обратим особое внимание. Итак, первая задача. В одном доме на 64 квартиры больше, чем в другом. Сколько квартир в каждом доме, если в двух домах 792 квартиры? Первый этап. Для этого введем переменную. Пусть х – число квартир в первом доме. Исходя из условия х плюс 8,6 – это число квартир во втором доме. Тогда общее число квартир х прибавить в сумму х, 86. По условию задачи число квартир в двух домах равно 792, получаем уравнение. Итак, первый этап выполнен. Второй этап. Необходимо решить полученное уравнение. Раскрываем скобочки, переносим 86 в правую часть, упрощаем, получаем, что х равно 153. Но это задача, а значит, обязательно отслежим третий этап. Потому что в задаче просили найти, сколько квартир в каждом доме. Поэтому в одном доме мы нашли х, обозначенное, это 353 квартиры. Во втором доме необходимо 353 прибавить в 86 и получить 439 квартир. Ответ в первом доме – 353 квартиры, во втором – 439. Следующая задача. Это задача на движение. Их достаточно много у нас и в учебнике, и в экзаменах. Поэтому давайте обратим внимание. Автомашина за 3,5 часа проехала на 10 км больше, чем мотоцикл за 2,5 часа. Скорость мотоцикла на 20 км в час больше, чем скорость автомашины. Найдите скорость автомашины и скорость мотоцикла. Когда мы решаем с вами задачи на движение, очень удобно использовать таблицу. Скорость, время, расстояние. Обязательно следим за выполнением основных соотношений. Это единицы измерения. Если мы берем метры в секунду, то обязательно время в секундах в расстоянии в метрах. Если километр и час, время в часах, расстояние в километрах. Вспоминаем формулу, которая нужна для нахождения пройденного пути. Путь равен произведению скорости на время. И делаем математическую модель. Сначала составляем краткую запись в таблицу. Мы берем скорость автомашины х километров в час, мотоцикла х плюс 20. Тогда время автомашины нам известно 3,5 часа, время мотоцикла 2,5 часа. Пройденный путь автомобилем 3,5 х километров, мотоциклом 2,5 умножить на сумму х 20 километров. Автомобиль проехал на 10 километров больше. Составим уравнение. Получили с вами уравнение. Из пройденного пути автомашины, вычли 10 километров, получили пройденный путь мотоцикла. Решаем уравнение. Для этого раскрываем скобочки. Переносим неизвестный влево. 3,5 х минус 2,5 х даст 1 х. 50 останется, плюс 10 перейдет, станет 60. Тем самым мы нашли с вами х, то есть скорость автомашины, 60 километров в час. Но не забываем, что мы решали с вами задачу. А в задаче спрашивали и скорость мотоцикла. А значит, надо 60 прибавить 20, и мы тем самым получим скорость мотоцикла 80 километров в час. Ответ. Скорость автомашины 60 километров в час, автомобиля, мотоцикла 80 километров в час. Следующая задача. Лодка проплыла от одной пристани до другой против течения реки за 4 часа. Обратный путь у нее занял 3 часа. Скорость течения реки 1 километр в час. Найдите собственную скорость лодки и расстояние между пристанями. Итак, движение по реке. Здесь у нас также присутствует скорость, время, расстояние. Но я сделала 4 строчки. Движение по течению, против, собственное и течение. Две этих последних строчки можно делать по желанию. Но очень удобно это использовать. Итак, скорость по течению – это собственная скорость плюс скорость течения. Скорость против течения – это собственная скорость минус скорость течения. То есть если посчитать собственную как х, а течение у, то по течению плюс против течения минус. Вернемся к нашей задаче. Итак, собственную скорость мы обозначили х километров в час. Не забывайте обязательно писать 1 километр в час единицы измерения в таблице. Итак, 1 километр в час против течения х минус 1 по течению х плюс 1. Время 4 часа, 3 часа и пройденный путь. По условию мы прошли и против течения, и по течению одинаковый путь. Приравняли пройденный путь и решили эту задачу. Получили 4х минус 4 равно 3х плюс 30. Переносим неизвестные влево, получаем х. Переносим известные права, получаем 34. Напоминаю, что х у нас была собственная скорость. Ее у нас и просили найти. Но нас пройтили найти еще и путь. Поэтому мы должны подставить найденный х в любое из этих выражений. В данном случае я возьму второе выражение по течению. Потому что в него подставить будет немножечко проще. Получится 34 плюс 1. 3 умножить на 35. Получаем, что пройденный путь 100 километров. Запишем ответ. Собственная скорость у нас 34 километра в час. Пройденный путь 105 километров. Итак, повторим. Математический язык – это язык цифр, знаков, действий и других символов. Математический язык – это еще и язык рисунков и чертежей. Математическая модель – это упрощенное описание реальной ситуации с помощью математических манятий. Математическое моделирование – процесс построения и изучения математических моделей и реальных процессов и явлений. Я думаю, мы подведем итог, что очень важно уметь говорить на математическом языке.